МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бляжусь с тебя, как в зеркало. Навязала узлов, а, Юнга? Лови! Ну давай, завяжи что-нибудь, а то это, может быть, только обещаете вы. Ладно, давай. Может, попробуем? Мышку вылиру из норки, да? Хорошо. Не уверена, что получится. Сейчас. Два-ка, не уверена. Но, сейчас. Камера качается не потому, что оператор пьяный, а потому, что качает. Боковая волна идет. Не оправдывай, смотри. Боковая идет волна, я держусь за потолок и качаюсь в разные стороны. Ну что, мышка прилезла? Нормально все. Что за узел-то, расскажите, вешаться на нем? Беседочный. Беседовать в нем? Нет. Для чего нужен? Ну, сейчас покажу вам примерно. Ну, давай. Когда человек за бортом, ему кидает веревку. И даже такой экзамен есть. Типа, матроса за бортом кидают, и вместе с веревкой. И ему надо вот так завязать одной рукой как-то этот узел. Вот, давай, вяжи на себе. Вот, считай, эта петля на тебя надета. Пройдешь экзамен, нет? Тяните, тяните. Все. Ура! Все, теперь тебя поднимаем. На мачту. Давай, держи. Поднимай, папа, давай. Не, ну не так. Так, ты удержишься. Человека за бортом вытягивают. Вот туда. Выловили рыбку. Будем вверхать беседочный пузо. Ох. Сейчас, секунду. Ура! Идем по яхте вперед. Видим грот мачту. И впереди на закрутке фарус большой расправлен генуя. А следующая закрутка, вот такая синяя полоска вверх, это для бэби-сакселя. Так, ну вот, мы движемся от острова Таити к островам сообщества. Первая основка будет остров Уахиме. Вот, а сейчас у нас попутный ветер, бакштаб. Вот у нас стоит грот, зарифленный на вторую полку. Это наш храбрый кузик, он же Динги в переходе лежит вот здесь вот в вдохновении. И он прикрывает тот самый носовой люк, который внутри мы смотрели и видели, что там темно. Вот это потому и темно было. Рот зарифленный. Вот это наш витропилот Железный Феликс. Он отрабатывает, избавляя нас от рулежки. Вот это вот спасательный плод вот в этом коробе. Это тоже спасательная штука, мы в нее сковородки ставим в переходах. Там веревка плавучая, метров сорок. Здесь у нас лежат папайя и памплемус, а также ведро для забора воды. Вот это ведро для стирки. Две кормовые лебедки, одна тыква, которую мы сейчас, наверное, затопим, потому что она испортилась. По две солнечные панели с каждого порта. Один капитан. Один капитан, одна штука. Один юнга, одна штука. Юнга, одна штука. Еще две солнечные панели справа. И еще один матрос, одна штука, и один старпом, одна штука. Да, старпом, человек с камерой. Вот это кокпит. Кокпит начинается. Вот здесь безань мачта, кстати. Да, мы как-то ее обошли вниманием своим. Но сейчас тент, поэтому мы никак ее не достаем. Вон там мотор от Динги, который пока немножко сломан. А вот здесь у нас еще есть грильница. Здесь можно жарить овощи, фрукты и прочие продукты. Рыбу тоже. Газовый баллон запасной. Рабочий газовый баллон стоит в якорном отсеке. Здесь накормим и валяемся обычно. Кладем сюда подушки. И вот здесь корма, корма, корма. И вот до этого парушка она корма называется. А вот дальше уже называется кокпит. И вот в переходах, особенно если ветер и волны, Юнге запрещено из кокпита выходить. Вот здесь чайник. Мы любим пить чай. Юнга занимается узлами. Лебедка в роташкота. Чайник, да. Капитан забегал что-то. Чайник показывает нам. Сюда уже перекочевал навигационный айпад. А вот там приборы. Расскажи, где что на приборах. Надо выпустить. Так, здесь у нас глубина 0 метров. Потому что под нами примерно 3 километра. Здесь у нас скорость по воде. Она показывает опять-таки 0. Потому что вертушка влага заросла. Надо почистить там от ракушек. Будет показывать скорость. Это скорость ветра. Галфинд 12 углов. Я так понимаю. Ну, она такой бахштег практически. Бахштег галфинд. Ну и, собственно, курс наш и положение. Все от свечи. Штурвал. Курс 277. А это капитана и его татуировка. Мы заходим в лагуну острова Хуахине. Кэп занят поиском буев, которые ограждают фарватер между рифами. И если сейчас я его буду отвлекать, мы вот в эти рифы можем въехать. И я потом получу по башке. Идем на одном зарифленном гроте. И Андрюха смотрит вот эти буги. Слева должен быть красный, справа зеленый. И никак не перепутать. Сегодня у нас были ветры, дожди. И все вместе. В общем, немножко с утра так хапанули мы хорошего входа. Но сейчас зайдем в лагуну. Встанем на якорь. Будет нам счастье. Я так думаю. Пока все мокрое. Погода меняется вообще в 5 минут. Хоп! Солнце. Хоп! Ветер 30 узлов. Хоп! Дождище. Так, ну вот. Мы встали на якорь. Тузик подняли в такое положение, чтобы не мешал якорь на лебедке. И заодно как ветрозаборник. Он работает, чтобы ветер дул в носовой люк. Вот. Ну а мы идем к мачте. Сейчас посмотрим. Вот парус мы сложили уже грот. О, здесь на мачте много всяких веревок. У нас в кокпит приходит всего одна веревка. Это гикошкот, который там на лебедке. Все остальное здесь около мачты. Так, вот здесь три рифа. Красный, тени, зеленый. Вот. Это гроташкот. Вот. Здесь у нас находится пал, которым венуя поднимается наверх. Вот. Ну и здесь идем обзор делать с другой стороны. Обходи вокруг. Так, что у нас здесь, с этой стороны? Это у нас два файла, которыми поднимается генакер. Вот. И второй работает, как топинант спинакер гика, на который можно растянуть в ту или в другую сторону генную. Ну или же там спинакер поставить, если захочется. Вот. Это у нас гротопал, которым грот, собственно, поднимается наверх. Ну и вот оттяжка гика, которая тоже здесь. Так, что у нас еще? У нас еще есть прекрасная бизань мачта, которая как раз сейчас стоит против солнца. Ее, наверное, не особо видно. Но очень хороший парус, очень нужный для нас. Единственное, что мы сейчас в слабые ветра пока, и солнца много. Поверх него поставили тент. Но как только задует посильнее, тент убирается, ставится бизань, грот не ставится, и лодка прекрасно себя чувствует в море с таким набором брусов. Когда мы стоим на стоянках, я люблю ляг на кисти и, возможно, на них спать. На гиках спать. Все, спит. Ты хотя бы лицом спи к нам. А то попу твою видим, а тебя нет. Все, спи давай. А я могу и на тузике валяться. Пока стоим. Я вот сейчас селфи сделаю, себяшечку. Интересно, видно там. Сам себя не снимешь, никто не снимет. Так у нас работает трубочное окно. Я тебя снял уже 20 лет назад. Вот-вот, и думаешь, что этого достаточно. Флаг к вентиляции крепишь. Гостевой флаг ставится под правую краспицу. Положен бы полинезийский флаг, но полинезийский у нас порвался, поэтому поставили французский. Ну, французская полинезия тоже можно. Ну, давай, прыгай. А, спасите, помогите. Поймали. Верю, ой. Ура, человек за бортом. Держи конец, завязывай узел. Получается? Получается? Ура, ну все, теперь тебя на прицепе катаем. Вот видишь, как узел называется? Беседочный. Беседовать будешь, я понимаю. Ну все, пойду ковчу горить. Давай. На прекрасный остров Хуахине мы сегодня прибыли. Долго не могли заикориться, а перед подходом к острову налетали шквалы узлов по 30. Но теперь наконец-то стоим в бухте. Не буду говорить, что она чудесна. По-моему, и так видно. Ой, это кусок тента в лес негламурного. Субтитры сделал DimaTorzok Ваше! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...